А вы следите за избирательной кампанией в США? Ну, конечно. Одно дело смотреть со стороны на какой-то голливудский фильм, а другое дело прямо находиться внутри него. Конечно, как и все жители, слежу. Как и весь мир. А это вообще тема для разговоров с соседями, с коллегами? Это обсуждается? Конечно. Любой разговор рано или поздно любой кампании приходит к обсуждению предстоящих выборов. А вы уже решили, за кого? И можно ли это спрашивать? Потому что в Германии это неприлично, на самом деле, спрашивать, за кого вы голосуете. А на самом деле в Америке тоже это является одной из тем, на которую люди стараются не общаться. Например, вопрос, сколько ты зарабатываешь, это считается более приличным. Но мы все вышли как бы из постсоветского пространства, у нас нет понятия неприличной вопроса. Поэтому я, конечно, решил. Я буду голосовать. Не знаю, может быть, шокирую многих ваших зрителей за Трампа. Ага. А можете объяснить мотивы? Я объясню мотивы. Я более того даже могу сказать, что еще начиная с 2016 года очень часто в интернете можно видеть от русскоязычных людей, живущих в Европе, в Азии, на постсоветском пространстве, непонимание, как могут адекватные люди голосовать за Трампа, ведь он рыжий клоун, он расист, сексист. И на самом деле есть глобальное недопонимание, непонимание у людей, не живущих в Америке. Вообще ситуация внутри страны, контекста нашего объективного, бессознательного. И, наверное, так за одну минуту я не смогу вам все это объяснить. Но глобально вот этот стереотип, что только глупые люди голосуют за Трампа, он, конечно, забавляет. Есть ряд причин, почему многие адекватные, умные, успешные, богатые люди голосуют за Трампа. Лично для меня не то чтобы... Конечно, скажем, фраза выбирать меньше из зол звучит в Америке уже последнее десятилетие, наверное, предвыборной гонки этой. Скажем так, выбирая между самодуром, Трампом, представляющим интересы Америки и организованной, ну, преступной, пока уберу слово, но тем не менее, группировки демократов, представляющей интересы неизвестных нам лоббистов и каких-то там олигархов, все-таки хочется более прозрачный выбор. По крайней мере, от Трампа мы знаем, что ожидать, он говорит, что думает, он делает, что говорит. В случае с демократами мы понимаем, что все это, как правило, какая-то прикрытая какая-то афиша, истинные их мотивы часто от народа скрываются, поэтому я голосую за Трампа как за понятного кандидата. Таир, просто в Европе как раз считается и обсуждается, что от Трампа неизвестно, чего ожидать. И политологи, с которыми я разговаривала, американские, они тоже говорят, он даже сам не знает, что он будет делать. У вас нет такого ощущения? Он действительно непредсказуем, но глобально виден вектор направления его. Действительно, он не представляет какие-то свои... Разумеется, тоже есть какие-то лоббисты и люди, стоящие за ним, но Трамп, по крайней мере, активно позиционирует проамериканскую позицию, и действительно, все избиратели, республиканцы понимают, что в первую очередь он будет представить интерес американцев, может быть, не так, как сами американцы или другой мир представляют. Опять-таки, в случае с демократами мы понимаем, что будут учитываться интересы каких-то международных структур, каких-то частных людей или компаний. Поэтому тут как бы такая предсказуемая и непредсказуемость. Поэтому, ну, что-то будет он выбирать в интересах Америки, как он это видит. А как же то, что Харрис была из Калифорнии, она там была прокурором? Неужели это не влияет? Ну, в целом, то, что мы тут в Калифорнии выбираем, не влияет никак. Понятно, что Калифорния выберет демократического кандидата, независимо, это будет Камала Харрис или, не знаю, просто какой-то бомж из подворотни. Тут как бы понятно, что этот штат ничего не решает. Камала Харрис даже в Калифорнии, многие люди не очень уважают, долюбливают ее путь в политику. В целом, ее вот эта политическая активность последние три с половиной года, в целом, ее вот эта негативная харизма не вызывает какого-то яркого восторга. Опять-таки, кто-то, как Камала Харрис была еще две недели назад. Просто вице-президентом. Но все-таки. Все-таки вице-президент. Ну, это роль второго плана, поставленная конкретно с целью какой-то там инклюзивности, показать, что вот у нас раз это может быть женщина вице-президент, у нас может быть этническое министровое президент. Соответственно, сейчас просто искусственно поставленная кандидатура. Опять-таки, демократы это, может, до конца не сознают, но они не выбирали ее кандидата президента, они выбрали Байдена, и сейчас им просто достали одну марионетку убрали, поставили другую, поэтому не то, чтобы так легко они примут эту кандидатуру. Я хочу перейти на менее серьезную тему. А выборы это тема для шуток? Ну, в Америке абсолютно любое событие это тема для шуток. Вопрос только, сколько времени прошло события, поэтому, конечно, для многих стендап-комиков здесь это большое поле для самореализации, для самовыражения точно. Что говорить, когда один из кандидатов в принципе комик? Ну, что бы ни говорили, Долин Трамп на самом деле по большому счету харизматичная персона, которая в параллельной вселенной мог бы сделать успешную карьеру как стендап-комик. Как стендап-комик, вы считаете? Вы бы его позвали в парку себе? Ну, позвал бы. У него хорошая аудитория, у него интересный стиль юмора. Это, кстати, это, кстати, извините, это отмечает немного его от демократов, которые делают иногда очень странные вещи серьезным лицом. Трамп, по крайней мере, умеет посмеяться над собой. Самая ирония тоже важная качество для любого человека, ну, тем более для президента. А расскажите, аудитория Трампа это кто? Аудитория Трампа, как правило, это люди, прожившие в США достаточное время. То есть, если это иммигранты, то иммигранты, прожившие уже достаточно лет, чтобы получить гражданство, чтобы платить налоги. Понятно, что это часть, все-таки в большинстве это Миддл-Америка, это не демократические штаты или мегаполисы. Это люди, которые, скажем, чаще даже во втором-третьем поколении американцы. То есть, люди, для которых боль вот эта иммиграция, переезда, вот эти блага, которых осыпают демократы, уже не так актуальны, и они начинают понимать, что в какой-то момент интересы внутри страны должны перевешивать какие-то, может быть, интересные внешние политики. Среди моих знакомых это, как правило, большое, например, еврейское комьюнити богатых миллионеров поддерживает Трампа. В Силиконовой долине, в IT-среде достаточно много людей поддерживает Трампа. Это абсолютно разные люди. И сказать, четко разделить там, что это богатые, бедные, глупые, умные, нельзя. Это половина страны, вот такая большая разная страна и половина людей абсолютно сами решают, их никто не заставляет голосовать за Трампа. Но мы видим тоже Илона Маска, который хочет уехать из Калифорнии и перевести все налоги даже, забрать все налоги от Калифорнии, что, я думаю, довольно сильный будет удар для бюджета. Дело даже не в налогах. Последнее его решение было связано буквально вот там неделю назад не с налогами, а с принятым нашим губернатором законом, по которому теперь учителя, сейчас очень российская пропаганда могла бы зацепиться за этот довод, но это факт. Неделю назад принял губернатор закон, по которому школьные учителя не обязаны родителей извещать, если их ребенок решил сменить пол либо обратиться в какие-то службы для его желаний. Поэтому это было его последней каплей. Как известно, Илона Маска 10 детей, и он переживает, что в какой-то момент в некотором смысле ребенок, не созревший до возраста покупать сигареты, алкоголь или оружие, при этом уже может принимать решение о своем гендере, и учителя не обязаны ставить в известность родителей, поэтому Илона Маска... И он, кстати, вчера у него было интервью, не знаю, знаете ли вы или нет, где он только вчера признался, что один из его сыновей тоже прошел некую процедуру медикаментозную по смене пола, и вот Илона Маска вчера выразил словами, что мой сын умер, он никогда уже не будет таким, и он вчера объявил вот эту войну вот этому движению, вот это woke movement, у него личная история, скажем так. Понятно. Вы говорите о поляризации, о поляризации говорят все в последние, даже я бы сказала, уже годы в Америке. Как это отражается на вашей жизни? Вы это чувствуете? Ну, я хочу отметить, что по моему мнению, я, может, ошибаюсь, но поляризацию эту во многом стимулирует все-таки демократическая сторона, то есть уже давно у нас не идет разговор про голосование между кандидатами от демократов и республиканцев, уже давно идет разговор о демократах против Трампа. И именно это их риторика, которая, кстати, я думаю, достаточно успешно пропагандой проводит и вот в другое полушарие, что все, кто голосует за Трампа, тупые, то есть когда людей очень долго вот так харасит, то, конечно, это возникает. Поляризация сказывается, я думаю, в острые моменты, то есть, наверное, перед выборами, опять-таки, в интернете, конечно, постоянно можно вот эти, какие-то обмен остротами, шутками, обвинениями. Конкретно на меня нет. Я не то чтобы... Ну, я впадал в ситуации, когда понимаешь, что человек не просто противоположных взглядов, а он ставит цель у своей жизни переубедить меня, доказать мне, что я не прав, он не прав. Ну, я таких разговоров просто избегаю. Я понимаю, что никто никому ничего не докажет и в этой ситуации просто можно с улыбкой сменить тему на какую-то менее острую. Ну, на самом деле, честно говоря, Трамп тоже довольно резко высказывался по поводу Байдена, и это была тоже такая личная вендетта, как это выглядело, по крайней мере, в его выступлениях в ходе избирательной кампании. Вернусь еще к одной теме. Вы были наблюдателем, насколько я помню, на российских выборах? Я был наблюдателем на выборах мэра Москвы, последних выборах, на которых допустили кандидата независимого. Это был Алексей Навальный, правильно? Да, да. Скажите, если сравнивать российские и американские выборы, вообще, они подлежат сравнению? Ну, чисто формально, внешне, наверное, сам процесс такой же. Граждане голосуют за кандидата. Но дальше, наверное, уже можно список составлять различий, что в Америке кандидат может быть любой, который прошел процедуры, в отличие от России. Конечно, надо признаться, со стороны Трампа много обвинений было во фальсификации выборов, хотя ничего конкретно доказано не было. Возможно, опять-таки, какие-то мелкие ситуации возникали, но так, чтобы это повлияло на результат, такого не было. Много ходят разговоров про то, что демократы с каждым годом все больше и больше дают возможность не то, что фальсифицировать выборы, но влиять на их результат в некоторых, например, городах или регионах не требуют документов при выдаче бюллетеня, и в теории человек-негражданин может проголосовать, либо официально разрешают. Карусель можно устроить? Это не совсем карусель, еще совсем в терминах. Это, скажем, голосование людей, которые не имеют права голоса. И, как правило, эти люди иммигранты, и, соответственно, они стремятся голосовать больше в сторону демократов. Но что-то такое, конечно, есть политически, все эти игры никто не отменял. А что касается именно публичной составляющей, вот как это выглядит, выборы в Америке и в России? Вот могу сказать один момент характерный, который я в России видел, в Америке. Если ты голосуешь заранее по почте, присылают, но в день выборов, когда ты проголосовал, тебе дают такую синюю наклеечку красивую, где написано «I voted», я проголосовал. И в день выборов ты видишь, как огромное количество людей на улице с наклейками, и ты понимаешь, вот этот человек свой гражданский долг выполнил. И чем ближе к вечеру, тем больше и больше людей ты встречаешь на улице, в магазине везде с этой наклейкой. То есть это такой день, где люди напоминают друг другу, что есть какой-то гражданский долг. И этот стикер, ну такой элемент не то чтобы как бы гордости, но вот понимание, что это важное... Причастности к чему-то. к чему-то важному, к выполнению своих гражданских функций. Поэтому вот это такой интересный момент. Причастности к чему-то.